Здравствуйте, я Ольга Добрякова. Это программа «Область новостей» с обзором главных событий в регионе. Сегодня в выпуске. Сырного фестиваля и что ждет его гостей узнал Павел Юрасов. Девочек в этом детском саду откармливают до необходимой массы, и тогда уже юные козочки стараются ради производства молока. А мальчики в хозяйстве остаются только самые амбициозные и перспективные на развитие породы. Торшеры, шкатулку и цветочные композиции – все это джутовая филигрань. Как грубое волокно обретает узор и становится элементом искусства, расскажет Елена Хромова. Основой для этих работ служит хозяйственный шпагат. Он сделан из грубого льняного волокна. Немного лохматится, но эта структура позволяет делать узоры различной конфигурации. И праздник, и массовый сельскохозяйственный семинар «День Тобовского поля» в этом году прошел в одном из самых успешных хозяйств области. Сотни аграриев, выставка современной техники, агрохимики и кредитной организации. Отдельно взятое поле стало площадкой для мгновенных бизнес-контактов. Чудеса техники и селекции в сюжете Павла Юрасова. Главу муниципалитетов, районным агрономам, представителям крупных и средних хозяйств элеваторов презентовали лучшие образцы рынка техники. Такая масштабная выставка бывает раз в году и только на дне поля. Вместе с гостями из Пензы не упустил возможности полюбоваться видом из кабины новенького класса и вице-губернатор Сергей Иванов. На выставку через Атлантику добрался трактор, который в России впервые. Пока новинку купить никто не решился, хотя преимущество американского «Магнума» налицо. Эта машина уникальна в первую очередь конкретно своим приводом. Этот привод позволяет выходить в поле гораздо раньше и успевать вкладываться в агротехнологические сроки. Даже по хорошо обработанной почве он идет, не так сильно ее приминает. Почва не уплотняется, она разрыхленная и готовая к посеву. Еще одним центром притяжения для гостей стала кабина колоссального по своим размерам комбайна. Эту махину называют «Экселфлоу». В кабине есть все – бортовой компьютер, система навигации, конечно, климат-контроль и удобное кресло. По своей эффективности такой комбайн заменяет собой три или четыре отечественные машины. На полях Тамбовской области уже трудятся около 15 таких машин. А после дня полей, я уверен, их станет еще больше. Особенно восхитила выставка тех, кто когда-то возделывал эти поля практически вручную. Первые комбайны в этом году вышли в поля уже 28 июня. Раньше обычного – на две недели. Жердевка, Токаревка, Мучкап уже убирают горох и озимую пшеницу. О показателях урожайности пока говорить рано, но капризы погоды ожидаемо сказываются на зерновых. Однако зною, который сравнивают с жарой года 2010-го, на этот раз есть что противопоставить. Если брать 2010-й год, у нас была массовая гибель посевов Адзасов. Но я уже сказал, что та техника, технологии, сорта позволяют даже в такой год посевам выживать. Соответственно, в этом году списания посевов практически не было. Это только в одном или двух районах два поля списали, поэтому урожай все равно будет. Вниманию гостей представили лучшие сорта основных культур. Целая палитра иностранных и отечественных гибридов растет тут же на поле хозяйства, гостеприимно принявшего праздник. Основной упор при воле делает на семеноводчество. На полях демонстрационных посевов специалисты наблюдают за поведением, характером и особенностями почти 100 сортов и гибридов кукурузы, ячменя, пшеницы и сои. Сорта устойчивые к погоде, ранней и поздней зрелости, с различной массой спелого зерна. Здесь к работе на земле относятся как к серьезной науке. Такой подход ценит и клиент. Тем временем поле, виновник сегодняшнего торжества, скромно продолжает трудиться наряду с техническими селекционными чудесами, показывая ежедневное чудо рождения жизни и семечка. Павел Юрасов, Дмитрий Наякшин, Анна Мусатова, Область новостей. В Тамбовской области продолжается активное восстановление и строительство храмов. Своя духовная обитель теперь есть у жителей села Еремеево Мичуринского района. Там сегодня осветили храм Иоанна Предтечи. Наша корреспондент Марина Корякина побывала на праздничной службе и узнала предысторию появления этой церкви. Колокола перебивают друг друга, созывают на торжественную литургию. За последние 100 лет в Еремеево это первая служба, на которой, наконец, совершится самое важное таинство в жизни православного христианина. Преломление хлеба для Евхаристии. На этом месте был котлован, его засыпали землей, но было выбрано именно это место. До революции здесь был храм деревянный. Перед Первой мировой войной его разобрали, хотели построить каменный храм. Началась Первая мировая война, потом революция, и этим планам не пришлось сбыться. А платиться им пришлось аж больше, чем через 100 лет. Часть прихода, как и в старину, составляют приезжие соседних сел – Глазок и Гололобовка. Само же население Еремеево невелико – всего 120 жителей. Летом к их числу прибавляются дачники. Выцерковленная семья Рысевых – одна из них. Каждое лето из районного центра перебираются ближе к природе. А вы часто ходите? Теперь будут службы. В городе ходим, и теперь здесь будем ходить. Я думаю, с лет трех уже ребенок уже должен осознавать, что он находится именно в храме Господнем. Чтобы понимал, что церковь – это та опора, которую пока в данный момент, надеюсь, еще не тронута никем в современном мире. Первый камень заложили в 2013 году. Медленно, но верно шло возведение. В 2015 на сооружении вознесли крест с куполами. Последние два года трудились над внутренним убранством. Установили иконостас и покрывали росписью купол над алтарем. В любом селе есть потребность преклонить голову. Не только в сложных моментах жизненных, но и в радости. Поэтому пусть в каждом селе будет либо часовинка, либо храм. Первую службу в новом храме решили провести в пятницу, чтобы уже в воскресенье престольный праздник Рождества Иоанна Предтечи и Ремеевцы и жители близлежащих сел смогли отметить уже в освященные обители. Марина Корякина, Александр Позняков, Александр Щеднов. Область новостей. 8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности. В преддверии этого праздника Тамбовское управление Росгвардии организовало акцию на службу к мужу. Сотрудники вневедомственной охраны показали своим семьям, чем они занимаются в служебное время. Подробнее Мария Шумейкина. В жизни сотрудников Росгвардии семья занимает особое место. Это надежный тыл, поддержка, опора. Поэтому так важно в преддверии Дня семьи, любви и верности ненадолго отвлечься от работы и посвятить день любимым людям. Для семьи сотрудников провели экскурсию по территории ведомства. Рассказали, как росгвардейцы борются с преступностью. В музее вневедомственной охраны гости познакомили с историей образования службы. Особенно полезная экскурсия была для детей. Они не только узнали много интересного, но и вдохновились личным примером. Папа Алексей работает в Росгвардии с 1997 года. Сын собирается пойти по стопам отца. Да, я хочу пойти работать в Росгвардию как папа, охранять общественный порядок, чтобы никто не нарушал законы. Охраняя общественный порядок, росгвардейцы часто лишены возможности побыть в кругу своих близких. Быть женой росгвардейца – задача трудная, но почетная. Наоборот, гордость, наверное. Конечно, переживание, то, что когда он уходит на работу, дети очень волнуются, ждут. Надеемся, что все будет хорошо. Папа у нас всегда придет вовремя. Подобные мероприятия для управления Росгвардией стали традиционными, важными как для сотрудников, так и для руководства. Они помогают семьям объединиться и наладить диалог для решения совместных проблем. Мария Шумейкина, Михаил Мальцев, Анна Мусатова. Область новостей. «Равняйся на лучших» – так называется игра, которую провели сегодня в социально-здоровительном центре «Росинка». В качестве примера для подражания для отдыхающих выступили полицейские, криминалисты и госавтоинспекторы. Юлия Савушкина продолжит. Утро нужно начинать с зарядки. Это первое наставление для отдыхающих в «Росинке». Сразу после разминки со спортивным обществом «Динамо» ребята расходятся по станциям проекта «Равняйся на лучших». Здесь серьезные люди в форме откладывают дела ради того, чтобы поиграть вместе с детьми. Как-никак, это лучший способ обучения. Задача участника эстафеты – не только успешно пройти полосу препятствий, что, кстати, у меня не очень хорошо получается, но и вспомнить основные правила дорожного движения. Эти знания как велосипедистам, так и пешеходам особенно полезно освежить летом. Каникулы, уверены полицейские, не повод переставать учиться. Если дети заняты, то, соответственно, они меньше совершают плохих поступков, но есть возможность познать себя, научиться чему-то новому. Уклон всех мероприятий на формирование навыков закона послушного поведения, здорового образа жизни, ну и, конечно, формирование положительного имиджа сотрудника полиции. Мы надеемся, что, отдохнув в лагере вместе с нами, дети потом придут в правоохранительные органы. Еще почти 5000 отпечатков пальцев разделяют девчонок и экспертов-криминалистов. Фероника и Аня в Росинке отдыхают уже не первый год, но именно в этот раз так насыщенно. Гранаты метали достаточно сложно, кстати. Я один раз попала. А также боулинг, оказывается, это не так просто, как со стороны кажется. И на велосипеде катались. Хочу быть следователем. Интересная профессия. Ну, не знаю, на это можно заработать, это интересно. Не знаю, я даже детективы читаю. Такую игру сотрудники УМВД совместно с Управлением соцзащиты проводят в рамках профильной смены с правовым уклоном «Твори добро». Этой инициативе уже несколько лет, и что как ни путевки, которые скупаются просто моментально, подтверждают интерес к проекту. Ну, разве что еще искренние детские улыбки. Юлия Савушкина, Николай Иванов, Олег Щербаков. Область новостей. Заповеднику Воронинский в этом году исполняется 25 лет. В честь юбилея сотрудники природоохранной зоны провели нашу съемочную группу по байдарочному маршруту и показали краснокнижных обитателей этих мест. Какие эксклюзивные кадры дикой природы удалось запечатлеть на нашу камеру, расскажет моя коллега Марина Корякина. Перед нами, с левой стороны, будет уже практически лес, который прилегает к озеру Рамзо. Самое крупное нашему озеру. Это Зайский лес, за ним Казенный лес, лес, который прилегает к озеру Кипец. Девять утра. Мы на Барской горе. В самом сердце Воронинского заповедника. Со смотровой площадки открывается вид на старое русло вороны. Раньше петля огибала весь луг. В последние годы ее пойма обмелела. У нас в 60-х годах были милиционные работы проведены. И искусственное русло вороны было пучно для орошения лугов. И, соответственно, уровень воды в реке упал, река остановилась, петля стала сужаться и зарастать. Следующая точка нашего путешествия – Касулиостров. Иван-заповедники курирует водные маршруты. Поэтому в запасе для туристов всегда есть интересные истории. У нас были инспекторы, которые обустраивали кордон на Инаковке. Но им очень сильно докучали бобры. То есть, как бы инспекторы делают дорогу, бобры делают запруды и дорогу их перемывают. И это продолжалось неоднократно. Дорога чинилась. Но бобры все равно победили. Через Касулиостров пролегает байдарочный маршрут. Рай для туриста, уставшего от комфортного отдыха. Для удобства, для ночевок. Потому что 60 километров за один день проплыть на веслах. К тому же, если вы новичок, это довольно-таки тяжело. Вот организованы у нас вот такие вот стоянки. То есть, на стоянках специально оборудовано место для разведения костра, очаг, туалеты, место под расположение палаток и дровники. На маршруте у нас уже побывало на нашем в районе 30 человек за первый месяц лета. Встретить косуль, которые, судя из названия, здесь живут, нам не удалось. Что ж, садимся в лодку. Может, на воде повезет больше, чем на суше. Пока высматриваем дичь для фотоохоты, кое-кто затаился в ожидании настоящей добычи. Для инспектора рыбак явление всегда тревожное. Хотя удить здесь можно. Но лишь классической снастью, при наличии специального разрешения и местной прописки. Карточка выдается в заповеднике на сезон. У каждого времени года свой цвет. Поэтому понять, что документ не продлен, можно и на расстоянии. У нашего рыбака все в порядке. Плывем дальше. Пока солнце щекочет своими лучами водную гладь, мы подбираемся к самой середине озера Рамза. Мы сейчас видели белую цаплю, которая у нас тоже относится к редким видам краснокнижных. Орлана Белохвост кружится и питается рыбой, которая просто огромное количество, более 40 видов рыб в нашей реке Вороны. А еще в притоке Вороны дом для птиц. Фотографии орлана Белохвоста есть в Красной книге. Размах крыльев у этого парня достигает почти двух метров. Хищник ленивый, требует много личного пространства. Такой сложный сосед достался лебединой паре. Вот видите, самец лебедя полетел, он нас уводит от гнезда. Он чувствует опасность, приподнимается с воды и улетает, маня за собой, для того, чтобы семейство оставили в покое. Озеро стало колыбелью для потомства чая. К нам захотелось рассмотреть малышей поближе, но, кажется, их родителям эта идея пришлась не по душе. В общем, крачки так разволновались, что мы потревожили гнезда и их птенцов, что начали пофлортировать нас сверху. Не только фауной, но и флорой жив заповедник. На площади в 10 гектаров есть и пахучая душица, и медовый донник. Главная цель природоохранной зоны – сохранить и, по возможности, приумножить. С этой задачей вот уже четверть века успешно справляются 44 сотрудника заказника. В начале года кусочек живой природы появился и в помещении визит-центра. Семья Шиншилл теперь делит территорию с черепахой и крысой. Так что количество удивительного на один квадратный метр здесь зашкаливает. Не верите? Проверьте сами. Марина Корякина, Дмитрий Наякшин, Олег Щербаков. Область новостей. 13 июля в Татаново пройдет первый в Притамбовье фестиваль ремесленного сыра. Своё участие в празднике уже подтвердили 15 сыроваров со всей области. Как родилась идея сырного фестиваля и что ждет его гостей, узнал Павел Юрасов. К козоводческому хозяйству в Татаново три года. Населяют его 350 племенных голов нескольких пород. Это альпийские и заанинские козы. Самые контактные жизнерадостные малыши живут в отдельном загоне. Девочек в этом детском саду откармливают до необходимой массы. И тогда уже юные козочки стараются ради производства молока. А мальчики в хозяйстве остаются только самые амбициозные и перспективные на развитие породы. Мужским вниманием стадо обеспечивают 10 взрослых козлов. Этот рогатый красавец из породы альпийских – всеобщий любимец. Суровый снаружи, он добрый внутри и ест с рук хозяина. Именно Сергей инициировал проведение первого в области фестиваля сыров. Сыр ремесленного качества своими руками – это уникальный продукт. У каждого свои вкусы, у каждого хозяйки, хозяина, сыродела. Есть свои какие-то изюминки, свои секреты для сыроделия. Поэтому интересно их всех пригласить. Молоко и сыр здесь производят круглый год и успешно сбывают внутри области. Непрерывную работу хозяйства обеспечивают семь сотрудников – разнорабочие, технологи и доярки. Вообще со скотиной нравится работать. Не знаю, я с 18 лет пошла работать на коровник. И вот постоянно, а потом вот сюда вот на коз пришла. Коза как-то спокойнее и ласковее, чем корова. Козий сыр превосходит остальные по содержанию полезных веществ. Мало того, ассортимент сортов для производства куда шире, чем у коровьего. Здесь предпочитают работать с мягкими сырами. Классически с укропом, перцем и даже с белой плесенью. Последние вызревают в отдельном холодильнике около двух недель. Это у нас холодильник для созревания сыра и для хранения. Мы следим здесь за влажностью, постоянно их переворачиваем. При определенной температуре, там 10 градусов у нас сейчас, 10 градусов созревает. На празднике, который пройдет 13 июля у здания Татановской школы, каждый сможет приготовить свою головку сыра на мастер-классе, поучаствовать в дегустации и выбрать лучший сыр фестиваля. Начало в 10 часов утра. Павел Яросов, Михаил Мальцев, Александр Щеднов, Область новостей. Торшер, шкатулка и цветочная композиция. Все эти предметы декора создают жительницы Первомайского района своими руками. А подручным материалом для них служит хозяйственный шпагат. Как грубое волокно обретает узор и становится элементом искусства, расскажет Елена Хромова. Швея, закройщица, юрист и педагог. Все эти разноплановые специальности имеют Ираиды Залукаевы из Первомайского района. Каждую из профессий осваивала постепенно, в разные периоды жизни. Мы же пережили все в наше время. И дефицит, и безденежье. Как-то надо было выживать. Работала. Самое главное в этом во всем – не лениться. Работать, работать, еще раз работать. И тогда все получается. Красота, уют и гармония в доме – все это заслуга его хозяйки, хранительницы очага. Идеи для творчества спонтанные, как вот эта ваза для зонтов. Увидев в магазине бумажную тубу, Ираида сразу поняла, как сделать из нее арт-объект. Здесь все из салфеток сделано. И, как многие спрашивают, а это что, покрашено золото? Да нет. Это просто упаковка от постельного белья. У нас не выбрасывается ничего. Это веник. Вырос на огороде случайно. Теперь он живет здесь. Основой для этих работ служит хозяйственный шпагат. Он сделан из грубого льняного волокна. Немного лохматится, но эта структура позволяет делать узоры различной конфигурации. Джутовый филигрань привносит в атмосферу помещения неповторимый колорит. Что-то необычайно теплое и домашнее. К тому же материал экологически чистый. Продается в любом хозяйственном магазине. Он пластичный, прекрасно подается деформацией и держит форму. Но к этой технике надо приспособиться. Даже у Ираиды торшер вышел не с первого раза. На его изготовление ушло три месяца и 500 метров джута. Я нарисовала, сделала половину. Мне не нравится, чем заканчивается этот завиток, другой цветок. Все росло, увеличивалось. Сделала каркас, оказался великоват. Пришлось опять грани добавлять. И вот так получился вот такой торшер. Секретов в технологии нет. Главное соблюдать правильную последовательность. На листе бумаги рисуется эскиз. Четким, ровным рисуется половинка. Как правило, делается зеркальное отражение. Оттиском обводится, делается целый у нас уже сюжет. Вставляется в файл, закрепляется скрепочками или иголочкой, чтобы лист бумаги не двигался в файле. И все, и клеем по рисунку на файл приклеивается. Вдохновение Ираида Зулукаева черпает во всем. Взять хотя бы цветы, которые растут на ее участке. Вся жизнь творчества. Вот оно во всем. Как в цветах, так и в поделках. И даже в детях. А вы знаете, как дети, которые ходят ко мне в кружок, как они вдохновляют на творчество. Забегает девчушка с бантами, улыбчивая. Бросается тебе на шею. Ну все, родилась идея. Несмотря на то, что сейчас каникулы, дети частые гости в доме своего педагога. В основном работают в технике пейп-арт. Это мягкие сорта многослойных салфеток. Они скручиваются жгутиками, а потом из них формируются поделки. Как вот эта русская красавица. Это прекрасная работа для мелкой моторики. Прелесть данной техники в том, что ее можно использовать почти на любой поверхности. Когда я приходила, я даже, честно говоря, не думала, что получатся такие красивые поделки, которыми можно украсить дом. Или в любые скучные места. Эта картина делалась из кальки, из салфеток, из яичной скорлупы. Просто раньше это было просто обычной зеркалой. И это началось с яичной скорлупы. Мы ее накладывали на зеркало, а после этого мы делали цветочки, корзинку, лепесточки. В совместной работе рождается творчество. Вот уже и дети пошагово осваивают жутовую филигрань. Задумок много, и время для их воплощения есть. Осталось в отпуске хорошенько отдохнуть, чтобы с новыми силами постигать азы декоративно-прикладного искусства. Елена Хромова, Александр Позняков, Ольга Кириллова. Область новостей. И на этом все. Напоминаю телефон нашей редакции 56 46 48. Звоните, если вам есть о чем рассказать. Оставайтесь с нами. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова